Значит, я рада, во-первых, вас всех видеть, вас очень много, это круто, прямо это здорово-здорово, я сегодня буду рассказывать, читать вам лекцию сначала на тему функции и линейная функция, меня зовут Татьяна, кстати, вот, значит, смотрите, если у вас будут по ходу появляться какие-то вопросы, вы можете их сразу задавать, можно там не поднимать руки и так далее, можно сразу спрашивать. Если, как говорит Катя, вы стесняетесь, спрашиваете что-то вслух, вы можете написать в чат, но, правда, в угаре лекция, я могу, конечно, не обратить внимания, вот, ну, я стараюсь, буду стараться следить за чатом, но если вдруг пропустила, то не волнуйтесь, я потом все равно посмотрю и попробую понять, о чем был вопрос. Ну, голосом, наверное, это точно надежнее, потому что это сразу будет слышно. Так, значит, сейчас я включу нашу доску. Так, у вас, конечно, лекция, у меня сейчас будет своего рода семинар, потому что у меня новый планшет, я сейчас буду учиться, наверное, работать. Я уже вчера немножко потренировалась, надеюсь, что все будет хорошо. Так, ну что же, значит, и так, как я напоминаю, тема функции и линейная функция. Значит, ну, во-первых, давайте поговорим о том, что такое функция. Отображение одного множества в другое, без какое-то правило. Примерно так, да. Говорится, что задана функция, если каждому элементу из множества х поставлен в соответствие единственный элемент из множества у. Или что то же самое. Кривовато немножко, но вроде видно. Значит, то есть задана функция, да, если каждому множеству х поставлен в соответствие единственный элемент из множества у. Ну, это накладывает на нас определенные обязательства, потому что если у нас получилось так, что каждому множеству, что какому-то значению из х поставлено в соответствии два значения у, то такое правило уже нельзя назвать функцией. Например, давайте посмотрим на графики, да. У нас функция может быть задана разными способами, в том числе она может быть задана просто на координатной плоскости каким-то графиком. Значит, ну, я даже не буду рисовать координатные оси. Давайте, вот если у нас вот такая штука есть, если у нас есть вот такая штука, и давайте, если у нас есть вот такая штука, и четвертая еще вот такая, да. Ну, назовем их первая, вторая, третья, четвертая, понятно, слева направо. Что есть, какие из них являются функциями, как вы думаете? Первая, вторая. Первая, вторая являются функциями, а третья, четвертая функциями не являются. Собственно, почему? Да, потому что там несколько значений. Да, если мы возьмем какое-то значение х и проведем воображаемую вертикальную линию для х, мы увидим, что здесь два значения, да, вот здесь вот два значения y, поэтому это уже не является функцией, поскольку не соответствует нашему определению, что каждому значению х должно ставиться в соответствие одно значение y. Ну, и здесь то же самое, да, есть такие точки, где на мой х соответствует несколько y. Ну, а в известных вам функциях, которые я здесь постаралась изобразить, то есть прямой и параболе, хоть иная кривоватая, такого, такой проблемы не наблюдается. Но это, в принципе, не страшно, да, не страшно быть ни функцией, ну, просто это немножко, немножко о грамотности. Если вам дана окружность, то не надо говорить, что это функция, да, это некое множество точек, изображенное на плоскости. Так, какие же есть способы задания функции? Ну, вот один из них я сейчас показала, это картиночка. Значит, это может быть какое-то правило, которое просто описано словами. Например, мы можем сказать, что, ну, как известно, у каждого человека есть группа крови, да. Ну, там есть разные классификации, но возьмем самую простую, которая наиболее часто используется для практических целей, да, в медицине, то есть деление на 4 группы крови. И мы же понимаем, да, что у каждого человека есть одна группа крови. Таким образом, если мы множество людей, да, вот возьмем за x, то есть x – это все люди, вот, то их группа крови – это значение функции, то есть значение игрок. У меня таким образом появляется функция, да, у которой есть всего 4 значения игрока, много значений x, но каждому x соответствует только одно значение игрока. Но это не совсем так, конечно, потому что, как ни странно, есть люди, у которых группа крови может меняться с возрастом, это очень редкое свойство, но оно у меня не случается. Вот, ну, возьмем обычную ситуацию, когда этого не происходит, да. Это второй способ задания функции – просто описание. Да, вот что-то происходило, и мы это описали. Ну, естественно, наиболее такой часто встречающийся на математике способ – это задание функции с помощью, ну, какой-то формулы, да. Если мы говорим, что у нас, пусть у нас игрок равен, ну, я не знаю, там, 3x квадрат, да, там, плюс x плюс 1, плюс 1, то это тоже некоторый способ задания функции. И с ним мы наиболее часто встречаемся. Значит, так, для решения многих задач бывает полезно уметь построить график функции. Я, кстати, призываю, в дальнейшем, когда вы будете учиться, многие задачи, естественно, ну, как правило, мы их решаем алгебраически, да, но бывает так, что, особенно если это вот важное событие, например, экзамен, там, контрольный и так далее, то можно проверить себя, построив график, ну, если вы, конечно, хорошо владеете этим методом. Это, в принципе, бывает довольно полезно, то, что вы можете решать задачу, получить некий ответ, и, соответственно, если вы нарисуете, вы поймете, что этот ответ вообще невозможен, да, потому что функция здесь, в принципе, не проходит. Поэтому навык достаточно полезный. Соответственно, да, ну, и еще вторая мысль, где очень часто применяется графический метод, это в решении различных задач с параметром. Это прям, даже иногда это применяется напрямую, то есть вам нужно нарисовать что-то, да, и посмотреть, как меняется график функции в зависимости от значения параметра. А иногда это задача на применение свойств функции. Да, то есть какие функции симметричны, например, да, там, когда у функции может быть нечетное количество решений и так далее. Для всего этого нужно хорошо понимать, как функции, в принципе, себя ведут. Как же можно построить график функции? Значит, ну, собственно, не так много способов придумал человечество. Первый способ – это, как многие любят это делать, по точкам. То есть это немного странный способ, да, и так скорее подходящий для компьютера, чем для человека, потому что компьютер может очень быстро поставить бесконечное количество значений. Ну, конечное, но очень большое. А мы такого не можем. Тем не менее, многие этим пользуются, и просто начинают такую формулу, допустим, подставлять конкретные значения. x равен нулю, одному, двум и так далее. Немножко забывая о том, что помимо целых значений, да, бывает еще бесконечное множество, например, значений между нулем и единицей. Вот. Поэтому, конечно, гораздо более правильный способ – это просто знать, как выглядят основные какие-то функции, да, которые изучаются в школе, и как они себя ведут, и как их график меняется в зависимости от преобразования, которое к ним применяется. Собственно, это мы сейчас и будем этим заниматься. Смотреть, как график может сдвигаться в зависимости от тех или иных событий в жизни функции. Значит, первое сейчас, что мы сделаем, это поговорим о такой вещи, как схема исследования функции. Наверняка в школе это тоже обсуждалось. На самом деле, ну, в большинстве школ дается какая-то одна строгая схема, да, то есть пункт за пунктом, как надо делать. Ну, для меня это в целом все равно, в каком порядке, да, вы исследуете. Вот. Но важно, что, значит, соответственно, вы просто не забыли, да, какие-то важные свойства, и мы сейчас поговорим о каждом из них. Сейчас сделаем новую страничку. Он здесь. И попробуем нарисовать. Так, значит, когда мы исследуем какую-то функцию, вот пусть у нас есть функция, сейчас напишем, y равно f от x. какие самые первые, обычно самые важные вещи нам нужно знать о функции, перед тем, как мы начнем ее строить, например, или вообще понимать, как она себя ведет? Как вы думаете? Какого она числа, наверное? Ну, прямая или кривая? Ну, прямая или кривая, это... Тут еще вопрос, как так она идет, даже если она прямая или кривая. Кривых, например, может быть очень-очень много. Нет, какие вот для каждой функции... Сейчас я, кажется, услышала, но поскольку говорили одновременно... Область определения обозначения. Область определения обозначения, да. Важная вещь. Значит, область определения обычно обозначается d от f. Ну, например, если у нас есть какая-нибудь функция... Давайте какую-нибудь конкретную возьмем. Там единица на... Что быть там? 9 минус x квадрат. И, например, все это под корнем. Извините, я вот не до конца понимаю, куда вы пишете. Да, я тоже. Что не видно, что ты? Ну, у меня нет, отображается почему-то. Вот есть же предыдущий лист, а остался. А, остался предыдущий лист. Да. Я пока не знаю, как это исправить, но сейчас мы что-нибудь придумаем. Какой-то глюк видим, потому что у меня отображается нормальный сейчас лист. Да, это все видно. Нет? Ладно, давайте пойдем по простому пути. Мы сейчас сотрем то, что было здесь, и будем писать здесь. А слева есть значок просто? Там можно перевернуть страницу. Да, я перевернула, поэтому у меня это отображается нормально. Просто странно, что у вас отображается ненормально. Ну, ничего страшного. Сейчас минутку. Это просто странно, потому что я уже раньше это делала, и странно, все было вроде норм. Ну, ничего страшного. А, нет, sorry, здесь сюда сейчас пойдем. Так, значит, еще разочек. Итак, у нас есть функция y равно f от x. Да, мы начинаем ее исследовать. Первое, что нам нужно узнать, это область определения. Допустим, мы ее обозначаем d от f. И давайте до примера я возьму функцию, например, вот такую. y равен единице на 9 минус x квадрат. Все это под корнем. Это был корень. Значит, как вы думаете, вот для этой конкретной функции, которую я написала, могу любую другую написать, какая область определения? d от f чему равна? Ну, x точно не должен быть равен 3-м или минус 3-м, потому что, значит, заминаться не обратится к 0. Так, это хорошая мысль. А еще чему? 9 минус x должно быть положительным. 9 минус x квадрат, да, должно быть больше нуля. Ой, да, минус x квадрат. Минус x квадрат, да, должно быть больше нуля, строго больше нуля, да. Значит, x чему должен принадлежать? Как вы думаете? Ну, то есть x меньше минус 3, ой, наоборот. Наоборот. У нас вот какое отношение должно быть. То есть область определения должна быть вот такая. Это хорошее предвижение. То есть, смотрите, мы ничего не знаем о том, как выглядит график этой функции, но мы уже точно знаем, что у него вот такая область определения. То есть при других x он не существует. Если кому-то непонятно, почему именно такое-то, вы скажите, не переживайте, что кому-то понятно, а вам конкретно нет. Это нормально. А можете, пожалуйста, объяснить, что такое область определения? Значит, область определения – это все значения, которые может принимать x. Спасибо. Все значения, которые может принимать x. Теперь область значений. Ну, e от f или e от y тоже иногда обозначается. Это область значений, это все значения, которые может принимать y. Как вы думаете, для такой функции, которая у нас в качестве примера взята, какие здесь могут быть значения? Это более сложный вопрос. Я не спорю. Но тем не менее, давайте подумаем. Положительные. Положительные, да. Потому что, смотрите, y равен какому-то корню. А корень неотрицательный. Да, корень неотрицательный. То есть отрицательным числом y уже, в принципе, быть не может. При этом, что интересно, заметьте, что y не может быть и равен нулю. Потому что у нас под корнем стоит дробь. Дробь когда равна нулю? Если числитель равен нулю. Знаменатель не равен. А у нас там числитель равен единице. Таким образом, y никогда не может быть равен нулю. Значит, в данном случае у нас область значений от нуля до плюс бесконечности. Вот такая вот. Ну, для каждой функции это будет свое. Это просто один конкретный пример. Но вот само понимание того, какая у каждой функции область определения, область значений, это довольно важное свойство. Значит, третье свойство очень важное, о котором часто забывают. Это четность или нечетность. Четность. Я как в первом классе учусь писать. Так, значит, собственно, какие есть определения? Что такое четная функция и нечетная функция? Давайте, может быть, кто-то знает. Ну, может быть, зависит от степени функции. Не только, но давайте я дам общее определение. Давайте, давайте для четной, например. Для четной функции. Четными функциями называются такие функции. Четная функция f от x называется четной, если f от минус x равно f от x. Да, значит, должно выполняться такое свойство. f от минус x равно f от x. Но это немножко, это правильное утверждение, оно не совсем полное. Потому что еще здесь нужно обязательно добавлять, что должно выполняться такое свойство. Если x принадлежит множеству значений нашей функции, я называю его x большое, то минус x тоже должно принадлежать множеству значений этой функции. Имеется в виду, что область определения, я вот так коротко напишу, область определения должна быть симметрична относительно точки 0,0. Это важная мысль, потому что если у вас есть какая-то функция, которая, например, у нее область определения от минус 1 до 5, то есть x может принимать значения от минус 1 до 5. Что тогда получится? Что, значит, у нас, если, мы не можем сказать, что это учетная функция, даже если вот это первое правило выполняется, что f от минус x равно f от x. Потому что, например, мы не можем взять значение f от минус 2, в моем примере. Потому что f от минус 2 просто не существует. Поэтому для того, чтобы говорить о четности или нечетности функции, то нам нужно, чтобы область ее определения была симметрична относительно нуля. Ну, например, вот в этом нашем примере, который мы исходно взяли, это свойство выполняется. Кстати, является ли эта функция четной? Четной, да, давайте для начала. Вот та функция корень из единицы деленная на 9 минус x, которую мы изначально говорили. Да, четная. Да, она четная, потому что если вместо x мы поставим минус x, то это все равно будет в квадрате, да, и получится то же самое число. Поэтому, да, это четная функция. Теперь вопрос. Зачем нам знать о том, что функция четная? Какое есть очень важное свойство для четных функций? Мне еще кто-то писал в чат, но, наверное, это уже не актуально. Да, вижу, что нужно упоминать сам внизу, но что-то мне это не помогло. Этот совет не помог. Ну, что страшного. Так. Ой. Сейчас, подождите, я сделала у себя очень крупно все. Секунду. У меня съехала штука, я теперь не знаю, как ее починить. Извините, пожалуйста. А у вас, кстати, сейчас видна доска нормальная или нет? Да, нормально все видно. У меня она почему-то уехала. Я не знаю, что ли. У меня пол доски отрезали. Вот, вот, у меня тоже отрезал пол доски, и меня это расстраивает. Сейчас я пока не поняла, как мне это удалось. Может быть, мышкой поправили, что-то там подвинули. Ну, да, да, вопрос, как это подвинуть обратно. Есть такая лупа, плюс и минус, и проценты. Да, я это уже сделала, но не помогает. Ладно. Так, я просто... А, вот все, я поняла, что случилось. Сейчас мы прокрутимся. Молодочку. Извините. Сейчас все будет. Все. Так, я искренне надеюсь, что у вас сейчас тоже должно быть все нормально. Сейчас, секунду. Да. Я не знаю, видно всем сейчас нормально доску? Если кому-то плохо видно, скажите, пожалуйста. Нормально все видно. Супер. Так, я тоже себя поправила, у меня здесь немножко съехало. Так, итак, извините за технические новшества. Значит, какое же свойство есть у четной функции? Для чего мы узнаем, что она четная? Наверное, симметричность графика относится на каких-то осей. Правильно. Давайте подумаем, каких. Вот смотрите, какие вы знаете функции, которые точно четные? Главное, что график которых вы знаете, как выглядит. Парабола. Парабола. Да. Значит, секунду. Y равно X квадрат. Да-да-да, это и есть парабола. Пусть у нас есть оси. Пусть у нас есть какая-нибудь парабола. Например, вот такая. Почти ровно. Значит, пусть это парабола. Например, это график с квадрат минус 2. Такая пусть будет. Это четная функция, поскольку если мы подставим вместо X минус X, то она останется такой же. Ну, область определения симметрична относительно начала координат, потому что область определения от минус бесконечности до плюс бесконечности. Теперь скажите, пожалуйста, относительно чего симметричен график этой функции? Симу Y. А, симу Y. Да. Это и есть свойство, собственно, четной функции. Что если функция четная, то ее график симметричен относительно OY. Вот. Это очень важно, потому что… Поехали, где вы пишете. А вы уменьшите доску, и вы увидите то, что у меня сейчас она чуть меньше, и у вас вылезет нижняя часть. Ага, понял. Да, хорошо. Значит, это очень важное свойство. Вот это вот сейчас я его даже введу. Потому что, собственно, для чего мы это делаем? Для того, чтобы вдвое облегчить себе задачу. Если вы заметили, что функция у вас четная, и вы построили ее часть, где при X, например, больше нуля, то дальше вы не можете не строить вторую часть этой функции, и вы можете просто симметрично отобразить ее относительно оси OY. Это, кстати, очень полезная штука, если у вас какая-то функция с модулем дана. Например, если у вас будет дана какая-нибудь функция, я не знаю, X квадрат плюс 3 модуль X минус 5. Смотрите, это четная функция, поскольку если мы подставим вместо X минус X, то ничего не изменится. Все будет хорошо, то же самое. Значит, мы можем раскрыть модуль, построить при X больше или равном нулю этот график, и просто дальше симметрично отобразить его относительно оси OY. И все будет хорошо. Вот. Это здорово облегчает нам жизнь. Кроме того, мы, например, знаем, что если у нас четная функция, и мы нашли… Ну, у нас есть какое-то уравнение с этой функцией. Если мы видим, что это четная, она четная, и мы нашли, что, например, у нее есть ответ там X равен 2, то это означает, что ответом будет и X равное минус 2. Поскольку график симметричен, то если вот эта точка… Ну, например, функция приравнена к нулю, да, и мы смотрим, где она пересекается, где она принимает значение Y равное нулю. Поэтому если вот эта точка будет ответом, то вот эта точка тоже будет ответом, да. Поэтому единственный случай, когда, например, учетной функцией может быть, там, не знаю, 3 ответа, да, это какие? Когда это такое произойдет? Как вы думаете? Потому что, смотрите, везде парность, да, если эта точка ответа, то эта точка ответа. Если бы здесь было ответом, да, то здесь был бы ответ. Ну, если вершина на OX или же, да? Ну, не совсем. Мысль правильная, но не точная, да. Если единственный вариант, когда у четной функции… Можете сынули все значения. Да, если единственный вариант, когда у четной функции будет нечетное количество ответов, то есть 3, 5, там, 1 и так далее, это если… Ну, пусть у нас это ось OX, да, так, это ось OY. Единственный вариант, если у нас будет какая-нибудь такая функция, которая будет проходить через точку 0, да. А дальше, ну, у меня немножко не совсем так получилось, но давайте включим воображение и представим, что вот эти расстояния равны, да, вот это расстояние, вот это. Тогда вот ответ, вот ответ, вот ответ, и они симметричные дают нам два ответа, и единственное, чтобы получилось нечетное количество ответов, это чтобы мы прошли через 0. Это важное свойство, поверьте, оно вам в жизни еще пригодится, даже если не прямо сейчас. Так, окей, ладно. Давайте посмотрим для нечетной функции. Кто помнит, какое правило, какое определение у нечетной функции? Ну, я уверена, что те, кто помнил определение для четной функции, наверное, нечетной. Да, но нечетная функция – это такая функция, нечетная функция – это такая функция, для которой f от минус x равна минус f от x, при условии, что x и минус x принадлежат области. Область определения, да, все верно. Значит, действительно, для нечетной определения нечетной функции – это f от минус x равно минус f от x, и область определения симметрична относительно начала координат. Так, значит, ну, пример какой вы, да, давайте, нечетная функция. Пример нечетной функции. Ну, вот, например, функция f от x равно x. Ну, да, например, y равно просто x. Или, например… А кубе из x? Корень из x нет. Сейчас давайте подумаем об этом. Смотрите. Еще я… Второй пример, который я хочу привести, это x кубе, допустим. Это тоже нечетная функция. А вот пример y равно корень из x, конечно, нет. Это не нечетная функция. Почему? Какому это не удовлетворяет правилу? Да, как минимум у нее область определения несимметрична относительно нуля. Да, то есть потому что область определения для такой функции от нуля до плюс бесконечности. Да, какую бы точку мы ни взяли, у нее нет симметрии относительно нуля. То есть, например, берем x равна единице. Область определения должна быть симметрична. То есть, x равна минус единице тоже должна входить в область определения. Но это, очевидно, не так. Поэтому нет, это, конечно, не нечетная функция. Мы сейчас поговорим о том, какая это функция. Давайте сначала закончим с нечетной. Какое есть свойство графика нечетной функции? Там тоже есть симметрия, только вот относительно чего? Диагонали из левого вверху в правую? Нет. Нет. Сио-икс? Что? Сио-икс? Нет. Ну, смотрите, если возьму… Начало координат. Точки 0,0, да. Относительно точки 0,0. Ну да, если мы возьмем, например, график игр равно x кубе, я попробую нарисовать. Она будет выглядеть примерно вот так. То есть график ее будет симметричен относительно начала координат. Хороший вопрос по поводу функции игр равен корень из x. Смотрите. Вот у нас есть четные функции, примеры которых мы привели. Например, и как равен x квадрат минус 2 или еще какие-то. Есть нечетные функции, которые вот x или x куб или что-то такое. Скажите, пожалуйста, вот все остальные функции, что же делать с ними? Как они называются? Вот если… Давайте отчеркнем. Вот, например, функция y равна корень из x или, например, функция была бы x равен просто x квадрат плюс 3x минус 5. Функции называются, насколько я помню, индифферентными. Ну, я простое более определение дам. Учетные, не не учетные. Это называется функция общего вида. Да, общие. Функция общего вида. Ну, большинство функций являются функциями общего вида, да. То есть если вот так все возможные функции взять, то, конечно, большинство будет общего вида. У них нет такого великолепного свойства. Поэтому если вам попадается четная или нечетная функция, то это супер, это классно. И как бы рекомендую вам пользоваться этими замечательными возможностями. Так, я сейчас все-таки попробую еще раз переключиться на вторую страницу. Но если опять будет не видно, то будем здесь стирать. Так, вот смотрите. Здесь вы что-то видите сейчас? Ту же самую страницу или экран, на котором записано что-то еще? Не вопрос. Насколько я понял, мы сами должны переключить внизу. Да, там слева в самом низу. А, ну давайте попробуем. Попробуйте переключить, если у вас на вторую страницу. Смотрите, слева. На вторую, где y равно корень. Да, да, да. xx квадрат. С этого лишняя история. Да, тут видно, что стирается. Это прекрасно. Всем ли удалось переключиться или у кого-то возникла проблема? Если у вас возникла проблема, то сообщите об этом, пожалуйста. Если все молчат, я считаю, что все прям... Да, я вижу тот же самый лисер, я не вижу кнопки переключить. Смотрите, у вас слева, у вас перед вами вот это белое поле, да? У вас слева теоретически должно быть, ну такое менюшка с слоем, ну как сказать... А, да, есть. Вот, и там внизу есть в этой менюшке самая нижняя кнопка, это кнопка pages, ну или там страница, если у вас какая-то русскоязычная версия. И вот вы попробуйте на нее ткнуться и переключиться на второй лист. А, вот, да, нашла. Он пустой белый, да? Да, он пока пустой белый, сейчас он станет не пустым. Вот, супер, отлично. Значит, давайте еще вот чуть-чуть в рамках предыдущей истории про четные и нечетные функции, и потом перейдем к следующему пункту в нашем исследовании. Пусть у нас есть две функции, это просто пример такой сейчас будет. Пусть f от x четная функция, четная, а g от x нечетная. Ну, какие-то абстрактные функции, мы о них знаем только вот сам факт. Значит, и пусть у нас есть следующие функции теперь. Значит, модуль из f от x. Это первое. Модуль из g от x. Так, и вот, допустим, f от минус x плюс g от x. Вот такая. Ну, вот так пока, остановимся на этом. Значит, давайте подумаем. Вот эти три функции, это разные функции, да, которые я сейчас написала. Какие из них четные, а какие нечетные. Так, вот пусть у нас была четная функция f от x. А теперь я взяла и поставила модуль вокруг всей функции. Так сказать, это теперь это какая функция? Четная, нечетная или функция общего вида, или что мы о ней можем вообще сказать? Наверное, тщетная. Ну, давайте подумаем просто. Мы сейчас нарисуем график. Ну, какой-то абстрактный тоже. Сейчас. Пусть она выше оси. Да, неважно. Вот смотрите, допустим, у нас была вот такая вот функция. Такая и вот такая. И сейчас я цвет поменяю, буду рисовать каким-то другим цветом. Это была исходная функция, например. Если я поставлю модуль вокруг всей функции, то как теперь будет выглядеть ее график? Что ниже? Сейчас часть x симметрично перенесется вверх. Да, вот смотрите, та часть, которая была выше оси, она и останется таким же, потому что y был положительным. Допустим, при каких-то значениях x у нас было значение y, а y равен 1. Но модуль из 1, эта единица и осталась, ничего не поменялось. Поэтому вот эти части, которые были выше оси OX, они и остались такими. А вот та часть, которая ниже оси OX, например, допустим, у нас было бы, что при x равном 0, y был бы равен минус 1. Вот эта точка, это была бы вершина. Модуль из минус 1 – это единица. Она перенеслась вот сюда. Итак, все точки, которые были ниже оси OX, они симметрично отразились наверх. Функция стала вот так вот выглядеть. Как вы думаете, эта функция четная, нечетная или общего вида? Наверное, четная, хотя непонятно. Она стала четной. Смотрите, у нас симметрия относительно оси OY. Она так и сохранилась. У меня чуть-чуть кривовато нарисовано, может быть, это не так очевидно. Но если у меня исходная функция была четная, то есть симметрично относительно Y, то эта функция осталась четной. Потому что, смотрите, у меня эта точка, например, у нее симметрия вот здесь. У этой точки есть симметрия вот здесь. У этой точки симметрия вот здесь. Они все симметричны относительно оси OY. То есть функция как была четной, так четная осталась. На самом деле я могу вам сейчас привести даже пример, наверное, для конкретно своей функции. Исходно это была, например, функция f от x. Это, например, была типа модуль минус единица. А теперь у меня это стало функцией, которая с модулью вот такая. Это, собственно, она не изменилась, сама функция к себе. И добавился внешний модуль. Ну, все нормально. Если я вместо x подставлю минус x, то по-прежнему все стало хорошо. Но все осталось хорошо. То есть функция по-прежнему осталась четной. Поэтому нет, конечно, все нормально. Окей, теперь более сложная задача по поводу g от x, которая раньше была нечетной, а теперь вокруг нее поставили модуль. Как вы думаете, что с ней случилось? Прежде чем отвечать, попробуйте нарисовать себе какую-нибудь нечетную функцию. Тетрадки просто. И хотя бы даже y равная x. Это же нечетная функция. Наше свойство должно выполняться для любой нечетной функции, в том числе для функции g равной x. И поставить модуль, и посмотреть, что будет. Какая же это теперь функция? Она станет четной. Да, там появится симметрия относительно. Да, это так. Вот смотрите, да. Если у нас была вот такая штука. Была такая штука. И g равная x, например. Ой, она шла вот так. В идеале должна быть прямая. А теперь после преобразования эта часть сохранилась. А эта часть симметрично отобразилась вот сюда. Да, появилась симметрия относительно оси у, и функция стала четной тоже. Так, теперь еще более сложная задача по поводу третьей функции. Тоже чуть-чуть подумайте, да. Попробуйте что-то нарисовать. и поразмышлять. Как вы думаете, какой функцией является вот такая страшненькая сумма? Сумма – это объединение или что это? Ну, сумма – это сумма. Если у вас… То есть числовое значение плюс числовое значение? Да, да, да. Для каждого значения x. Теперь складываются значения функций. На самом деле, для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно по отдельности понять, как ведет себя одно слагаемое и другое слагаемое. Потому что если, например, оба слагаемых окажутся четными, то сумма двух четных функций – это понятно, что четная функция. Например. Вот. Если же, например, одна из них окажется четной, а вторая, допустим, общего вида, то это будет уже функция общего вида. Понятно. Поэтому важно каждый слагаемых по отдельности. f от минус x – это, наверное, перевернутое. Тоже четное, потому что это же равно. Конечно. Смотрите, давайте по частям подумаем. У нас есть f от минус x. При этом мы знаем, что f от x – это четная функция. У нас определение четной функции. Что f от минус x равно f от x. Мудрое замечание, согласна. То есть, таким образом, мы первое слагаемое можем записать просто как f от x. Вместо f от минус x. То есть, это по-прежнему четная функция. Наша исходная четная функция. Поскольку, ну, это, собственно, ее свойство, ее определение, точнее, есть. Так, а вот что касается функции g от модуля x? Как вы думаете, какая она? Вопрос кажется сложным, но он простой, на самом деле. Может, так же остается нечетный? Нет. Я объясню. Значит, идея какая? Если у вас есть любая функция, на самом деле, неважно, какой она была исходна, пусть это будет функция исходна, там, x пятый плюс 3x четвертый. Настанет четный. Да. Там, не знаю, минус. Потому что левая часть отродится наверху. Кубе плюс один, что-нибудь такое, да? И вот была у вас какая-то функция. Это функция общего вида. И вы, например, поставили везде модуля вокруг x. Вот смотрите. Теперь, если вы вместо x подставите минус x, то ничего не изменится. Правда? То есть у вас выполняется, опять же, вот это свойство, да, что f от минус x равно f от x. То есть любая функция, на самом деле, какая бы она исходна ни была, но только если выполняется правило относительно области определения, конечно. Если вы все аргументы возьмете под модуль, то эта функция станет четной, поскольку уже сразу будет выполняться вот это соотношение. Поэтому в нашем примере эта функция тоже стала четной. Значит, и вся функция, вот эта сумма, да, тоже будет четной. Вот так. Это, ну, такие как бы абстрактные задачи, да? То есть мы сейчас не рассматриваем с вами конкретные функции. Ну, я пишу какие-то примеры, но в целом понятно, что можно написать и любые другие примеры. Ну, вот это понимание свойства, оно довольно важно для момента, когда вы переходите работать уже с конкретными функциями. То есть я правильно понял, что при постановке модуля все функции становятся четными? Если вы, смотрите, если вы ставите модуль у аргумента, да, то есть все x берете в модуль, именно x, туда любая функция станет четной, если выполняются условия симметрии области определения относительно нуля. Спасибо. То есть, ну да, если такое выполняется. Если условия симметрии не выполняются, то она не будет четной, даже если мы два модуля поставим. Это никак не поможет. Вот это же свойство, когда мы ставим модуль около всей функции, да, не обязательно делает функцию четной. Это зависит от исходной функции. Может оказаться и по-другому. Например, если у нас была функция исходно такая, вот сейчас нарисую какую-нибудь, вот такая вот, да, была функция общего вида, и мы поставили модуль вокруг всей функции, то у нас она стала вот такой вот, такая галочка. Она не является четной. Ну и нечетной тоже не является никакой. Она точно так же осталась функция общего вида. Поэтому если у вас вот такая вот история, такая модуль от всей функции, то это не гарантия ничего. Это зависит от того, какая функция была изначально. Вот. А вот если у вас модуль именно аргумента, то это делает функцию четной. Вот такая история. Да, спасибо. Так, значит, я переключаюсь на третьей странице, друзья. Это потребует от вас тоже некоторых усилий, а именно переключиться на третьей странице. Так, значит, мы с вами рассмотрели пока три пункта в схеме исследования функции. Это область определения, область значений и четность или нечетность. Ну, дальше чуть попроще будет. Значит, следующее свойство, на которое нужно обращать внимание, когда вы думаете о том, как ведет себя функция, как построить ее график, это так называемые особые точки. Ну и функции. Что? Ну и функции. Не только ну и функции, но с одной стороны, да, я бы, точнее, я бы сказала более в общем. Это пересечение с осями, ОХ, то есть это нули и функции, ОЙ, да, то есть когда Х равен нулю, а также максимум и минимум функции. Максимум и минимум. То есть, например, если у вас парабола дана, да, какая-нибудь, то для нее очень важно пересечение с осями, а также вершина парабола. Вот. Если у вас дана прямая, то у нее, понятно, нет максимума или минимума, поэтому тут важны пересечения с осями. Ну, зависит от конкретной функции. Но подумать о том, какие у нее, в принципе, есть особые точки, да, это всегда не лишняя история, если у вас дана какая-то функция, ну, такая стильно сдвинутая, да, то есть не стандартная игра равных с квадрат, а какая-то сдвинутая. Так, значит, следующее. Следующий пункт, он важен не для всех функций, но, как бы, тем не менее, мы его все-таки вспомним. Асимптоты. Вы с ними сталкивались для каких функций, да, с асимптотами? У вас наверняка это уже было? Один вид функций. Акадирит на х? Ну, да. Для дробнолинейных. Сказаем их так. То есть простейший вид. Это игрок равная единице, допустим, деленное на х. Да, это вот такая гипербола. Гипербола, да. Вот. У нее асимптотами являются оси у х и ось у у. Да, то есть... Значит, что такое асимптота? Это прямая, к которой бесконечно приближается график-функция. Прямая, к которой бесконечно приближается график-функция. Но понятно, что может быть и более сложная функция. Да, в общем виде вот эта же функция с гиперболой, она выглядит вот так. Все нарисую. Может быть, задана таким вот образом. ах плюс b, деленное на цх плюс d. Ну и там в зависимости от значения коэффициентов а, b, c и d у вас асимптоты тоже могут сдвинуться. Например, вот так вот. Это просто пример. Они могут сдвинуться в другую сторону. И более того, и сама функция у вас может развернуться. То есть, например, она может выглядеть вот так. Это тоже просто пример. Она может развернуто быть в любую сторону. То есть, она может лежать как в первой и третьей четвертях, как в исходном примере, так и в условных второй и четвертой четвертях. Это уже новые асимптоты какие-то могут случиться. В зависимости от значения коэффициентов, если у вас более сложная функция. То есть, не просто единица, деленная на х. Ну, на самом деле, это просто примерно известная вам функция. Вообще, бывают разные штуки с асимптотами. Причем асимптоты, на самом деле, не обязательно бывают горизонтальными и вертикальными. Они могут быть наклонными. Более того, иногда бывают такие функции, но это уже более сложная история, конечно. Когда, ну вот в нашем случае, функция бесконечно приближается к асимптоте, но не пересекает ее. На самом деле, бывают истории, когда функция пересекает асимптота. Может быть такая тема, что вот у вас асимптота, и бывают такие функции, которые с ним происходит вот такое. Они сначала такие, а потом их колебания угасают, 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 и они начинают вот так вот крутиться вокруг этой асимптоты. Бесконечное количество раз ее пересекают, но функция будет подходить все ближе и ближе к этой асимптоте. То есть это тоже является асимптотой, хотя функция ее пересекает. Но это более сложная тема, то есть в школе, мне кажется, они даже не проходятся, но семей не существует. Но для нас асимптоты, это вот, как правило, связано с дробнолинейной функцией. Так, значит, теперь убывание и возрастание. Я вот так нарисую схематически. Возрастание или убывание. Ну, давайте попробуем дать определение от, скажем, возрастающей функции. Когда мы можем сказать, что функция возрастает? Когда при большем значении х, большее значение нет. Да, если у нас есть два значения х, и пусть х первое, х второе, которые принадлежат нашему множеству, допустимому множеству значений функции, и при этом у нас х второе, например, больше, чем х первое, если выполняется свойство, что f от х второго больше, чем f от х первого, то функция будет возрастающей. Если же вот при таком же соотношении f от х второго меньше, чем f от х первого, то функция будет убывающей. Я сейчас написала строго возрастающей, строго убывающей. Если бы здесь стояло не больше, а больше или равно, то это было бы не строго. Возрастающей или убывающей. Значит, ну, в принципе, есть еще такая история, что, соответственно, для того, чтобы определить возрастание или убывание, берется производная, первопроизводная. Ну, поскольку пока еще вы до этого не дошли, это чуть более старших классов, то пока просто знайте, что есть такой универсальный инструмент. Но вот этого определения вполне достаточно для того, чтобы определить промежутки возрастания и убывания функций. Еще одна вещь, на которую тоже обращают внимание, опять же, немножко рановато сейчас, но я все-таки скажу об этом. Это так называемая выпуклость или вогнтость функции. Но чтобы не путаться, я назову это выпуклостью вверх или вниз. То есть если у вас вот такая функция, то она выпукла вверх. Если у вас там вот такая функция, то она выпукла вниз. или они называются выпуклой и вогнутой. Соответственно, вот такая функция называлась бы вогнутой. Вогнутая. А вот такая называлась бы выпуклая. Нелогично бы так. Или же это, можно сказать, что это выпукло вверх, а это выпукло вниз. Ну, мы сейчас не будем на этом подробно останавливаться. Я просто скажу, что вот это вообще свойство, оно определяется с помощью второй производной. Если возрастание бывания с помощью первой, то выпуклость вверх или вниз определяется с помощью второй. Значит, давайте только еще единственное, что спрошу здесь. Что если нам дана прямая? Да, вот какая-нибудь там y равная x плюс 5. Да. Что тогда? Это функция выпуклая или вогнутая? Как вы думаете? Это сложно. Не сложно, но вопрос подвохом. На самом деле она не является ни выпуклой, ни вогнутой. То есть прямые – это как раз такие удивительные функции, которые ни туда, ни туда, не выпуклые, не выпуклые, да, и не вогнутые. Просто об них не обращается. Необычное такое свойство. Так, значит, переключаюсь на следующую страничку и покажу вам последнее свойство, на которое нужно обращать внимание. Так, переключитесь тоже, пожалуйста, на четвертую страницу. Значит, и, наконец, вот это наше последнее свойство, с которым вы редко сталкиваетесь. Ну, наверное, пока вообще не сталкивались, но тем не менее, мы о нем обязательно поговорим. это периодичность. Периодичность. Так, ну вообще, вот в дальнейшем вы с этим столкнетесь, когда будете говорить о тригонометрических функциях, но мы сейчас поговорим об этом экстрактно, что пусть у нас, в принципе, задана периодическая функция. Значит, какая же функция называется периодической? То должно существовать, функция будет периодической, если существует такое число, назовем его t, для которого выполнены два условия. Первое условие. Значит, если x принадлежит множеству допустимых чисел, то есть области определения, то x плюс t тоже принадлежит вот этому нашей области определения. И x минус t тоже принадлежит области определения. Это первое условие. И второе условие, что для любого для любого собственно нашего x, принадлежащего области определения, выполняется соотношение, решение, что f от x плюс t равно f от x и равно f от x минус t. Еще раз, да, периодичность. Вот это число t, оно называется периодом. Так, если у нас есть, мы говорим, что функция периодичная, если существует такое число t, которое мы называем периодом, при котором, во-первых, если x принадлежит области определения, то x плюс t и x минус t тоже принадлежат области определения. И при этом для любого x, принадлежащего области определения, выполняется соотношение, что значение функции f от x, f от x плюс t, и f от x минус t, они все равны друг другу. Чтобы было чуть понятнее, давайте пример рассмотрим. Пусть у нас есть периодическая функция y равная f от x, где есть период, равный 3, и она определена на всем множестве действительных чисел. То есть пусть d от y равна от минус бесконечности до плюс бесконечности. Область определения все действительные числа. При этом мы знаем, пусть мы знаем, что f от 2 равно 5. Нам нужно найти значение выражения 2 умножить на f от 8, в общем, минус 3 умножить на f от минус 4. Так, ну, давайте подумаем, чему это может быть равно. Значит, у нас период функции равен 3. При этом мы знаем, что f от 2 равно 5, и нужно найти вот такое выражение. Попробуйте посчитать и сказать мне свои варианты. Если вы не понимаете, что делать, скажите, я покажу. А там можно как бы последоваться по цепочке? То есть, если они равны, то есть f от 5 равно 5, и тогда получается, что f от 8 тоже равно 5? Да, конечно, потому что у вас, это же для любого x принадлежащего области определения, да, таким образом получится, что у вас сначала пусть f вот в этом правиле, да, у вас x равен 2, да, а после того, как вы уже один раз прибавили период, это уже f равно 5. И да, вы период можете прибавлять бесконечно или отнимать его. А, тогда получается минус 5. Да, конечно. Сейчас давайте я это напишу чуть подробнее. Минус 5 ответ. Значит, собственно, как это узнать? Да, пусть вот у нас есть f от 2. Мы говорим, что у нас период равен 3. то есть f от 2 равно f от 2 плюс 3, то есть f от 5. Она же равно f от 5 плюс 3, то есть f от 8. Ну и так далее. Мы могли бы дальше прибавлять, да, там было бы f от 11, ну и так далее. Вот. И в обратную сторону это тоже работает, да, то есть мы можем эту тройку вычитать. то это значит, f от 2 равно f от минус 1, равно f от минус 4, равно там f от минус 7, ну и так далее. Да, можно продолжать любую сторону сколько угодно раз. Таким образом, если мы знаем, что везде соблюдаются эти равенства, мы можем сказать, что эта функция равна 2, это коэффициент, который был, умножить на значение функции f от 2, то есть на 5, минус 3, это тоже коэффициент, а f от минус 4 равно тому же самому, да, умножить на 5, то есть 10 минус 15, то есть минус 5. Вот. Поэтому вот ответ, который у нас получился. Так, значит, еще раз давайте перечислим все те свойства, которые мы пока перечислили в схеме исследования функции. Значит, итак, у нас, когда мы начинаем думать о том, как выглядит функция, как она себя ведет, какой у нее график, мы сначала изучаем область определения, затем изучаем область значений, затем думаем о четности и нечетности, затем думаем об особых точках пересечения, особых точках, то есть пересечения с осями максимума и минимума, асимптоты, если они существуют, промежутки убывания и возрастания функции, ну, выпуклость вверх и вниз, пока не думаем, но знаем о том, что существует такая история, и периодичность. Да, вот 8 пунктов, которые нам важны при изучении поведения функции. Так, значит, еще одну вещь сейчас скажу. Так, я хочу переключиться на следующую страницу. Я не могу, у меня только 4 страницы, нет, могу, пятая страница. Отлично. Значит, еще одно понятие, которое все-таки введу, но оно пока не очень понадобится, но мне кажется, для общего развития это тоже полезная история. Это понятие обратной функции. Ну, собственно, что такое обратная функция? Если у вас есть функция игрок равная f от x, так, сейчас мы напишем, то обратная к ней это x равная f от y. То есть, это функция, которая меняется местами x и y фактически. Я сейчас приведу пример. Значит, при этом есть свойство, что графики прямой обратной функции симметричны относительно прямой игрок равной x. Например, пусть у нас есть функция игрок равный x квадрат при x больше ли равного нуля. Возьмем не всю параболу, а только половинку. Какая для нее будет обратная функция? x равен корень из y? Да, значит, чтобы найти обратную функцию, смотрите, ну, точнее, не x равен корень из y, а наоборот, y равен корень из x. Смотрите, я просто меняю x и y местами. То есть, я пишу теперь, что обратная функция это x равно y квадрате. Значит, ну, x у нас все еще больше или равно нуля. Значит, и таким образом, ну, я теперь y могу выразить, потому что мне удобнее, конечно, строить от y, да, а не от x. Ну, взять квадратный корень от левой и правой части, я могу это сделать, потому что у меня x больше или равен нуля. Значит, то, соответственно, у меня будет y равен корень из x, но x еще больше или равно нуля. Если посмотреть на график этих функций, значит, вот у меня была парабола. если я проведу вот так вот прямую y равен x, а это у меня, соответственно, y равен x квадрат, ну, при неотрицательных x, то обратная к ней она пойдет вот так вот. Тоже кривовато, но идея понятна, да. Это, собственно, график функции y равен x корень из x. вот прямая функция, давайте другим цветом сейчас, а вот эта функция, вот эта функция будет обратной к ней. Вот. Пока для вас несколько абстрактное знание, но мне кажется, что самым понятие обратной функции лучше знать, потому что это бывает тоже иногда важным для более сложных задач. так, ну, в принципе, для любой, для любого куска, да, обратную функцию можно построить по кускам, да, для, соответственно, которые, где функция возрастает или убывает, поэтому так сложно здесь было бы построить функцию для, сразу, целиком, для всей параболы, но это, в принципе, возможно. как бы она выглядела, давайте посмотрим. Если возьмем вторую часть параболы, где, секунду, кусочек, вторую часть параболы, где, блин, совсем криво, минуточку, все, вторая часть параболы, где х меньше нуля, то как бы к ней выглядел кусочек с обратной функцией? Напоминаю, он должен быть симметричен относительно прямой игр к равной х. Ваша версия. Ладно, это же не сложно. Берем какую-нибудь точку, вот такую. Есть прямая, симметрия относительно этой прямой, точка вот здесь. И так мы делаем для каждой точки. Получалась бы вот такая вот штука. То есть полная обратная функция для игр к равной х квадрат, это вот такая вот парабола, развернутая только вдоль прямой ух, а не прямой ух. Понятно. Так, хорошо. Переключаемся на следующую страничку. Сейчас будем заниматься магией. Немножко. Смотрите, значит, сейчас я хочу вам, у нас не так много осталось материала, но очень важно. Значит, какие-то вещи вы наверняка знаете, но тем не менее, давайте все это проговорим. Какие-то, может быть, кто-то не знает. Мы сейчас поговорим о, собственно, правилах преобразования графика функции. Пусть у нас дана исходная функция игр к равной f от x, абстрактная какая-то. Мы не знаем, любая, это для любой функции будет работать. Значит, и пусть сейчас мы посмотрим, что будет происходить с графиком в зависимости от каких-то преобразований с этой функцией. Значит, пусть у нас теперь вот такая функция дана. f от x плюс а. Так, как вы думаете, что произойдет с графиком функции игр к равной f от x, если мы ко всей функции прибавим какую-то константу? Наверное, сдвинется. Куда? Вверх. Вверх. Всегда. Вверх или вниз, если там отрицательные. Все так. Если у нас а больше нуля, то вся наша функция сдвинется вверх, причем на а единиц. если у нас а меньше нуля, то вся функция сдвинется вниз, естественно, тоже на а единиц. Окей, это простой вопрос. Теперь следующий вопрос. Если у нас вот такое преобразование произошло, y равно f от x плюс а, и все это к аргументу прибавилось. Если а отрицательное, то сдвинется на право, если и положительное, то влево. Да, если у нас а больше нуля, тут обратное значение, обратная зависимость существует, то функция сместится влево, на а единиц. Если же у нас а меньше нуля, то функция сместится вправо, на а единиц. Третье. Если у нас мы поставим минус перед всей функцией. Минус f от x. Что произойдет? Здесь была f от x, а теперь минус f от x. Что с графиком произойдет? Он меняет свое расположение на c u x. Каким образом? Он симметрично отобразится относительно чего? x. x. Сейчас отобразится относительно x. Могу так еще сделать? Нет. Да, симметрично отобразится относительно оси x. То есть если график был давайте где-нибудь с края нарисуем исходно допустим вот такой кусочек у нас был я сделала преобразование что теперь минус стоит перед си функция то теперь он будет выглядеть вот так то есть мы берем какое-то значение x не знаю x равное 3 раньше y например был равен 2 например вот эта точка была при x равном 3 например y был равен 2 а теперь при этом же x равном 3 у нас y будет равен минус 2 то есть все уехало вниз симметрично отобразилось но наоборот если бы у меня исходная функция была ниже оси x она бы симметрично отобразилась наверх все просто хорошо приятно что эта штука работает абсолютно для любых функций для любых какие бы мы не взяли хорошо четвертое если я возьму и поставлю минус внутри что произойдет с графиком функция он тоже симметрично отобразится только относительно чего да относительно оси у y это тоже легко понять если опять же вот у нас изначально был такой синенький кусочек теперь давайте рыжим теперь нарисуем то если раньше при x равном там единице например да y был равен там единице то теперь y будет равен единице при x равном минус единице то есть график будет вот такой вот сюда отобразится так давайте перечнем страничку и напишем и напишем пятое свойство ну пятый пример такой значит если у нас теперь y а ну мы чуть-чуть об этом говорили уже но давайте еще раз поговорим если мы возьмем поставим модуль вокруг всей функции что произойдет она станет симметричной относительно чего начало координат нет не обязательно абсолютно относительно ее большинство что нет она не будет симметричной на самом деле смотрите здесь произойдет следующее вот та часть графика я прямо это подробно напишу часть графика где даже не так сейчас часть графика выше оси у x не изменится ну то есть там где y был положительный он останется положительным и не не изменится да где игра был положительный останется положительным график там никак не поменяется а та часть графика которая была ниже оси 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 симметричная отобразица относительно оси у x то есть если я это уже рисовал но я не поленюсь нарисую еще раз если у нас была какая-то прямая такая да и мы поставили модуль вокруг всей функции то вот эта часть графика останется неизменной а эта часть графика отразится сюда это простой пример а если бы она была какая-то там кривулечка то могло бы получиться по-разному например если бы у меня была вот такая штучка например шла бы она как-нибудь вот так вот так да то опять же вот эта часть осталась быть неизменной а вот эта часть она стала вот такой то есть видите симметрии здесь никакой это особо нет просто происходит отображение части которая была ниже как отражение воды да она переходит наверх поднимается наверх так теперь как вы догадываетесь следующий вопрос будет относительно вот такого если у вас модуль около аргумента аргумента что-то происходит с такой функцией не совсем первая часть фразы неверная нет смотрите значит во-первых какая какой станет эта функция это прям сейчас чему я посвятила 15 минут рассказа чётный чётный функция станет чётной раз она чётная значит у неё график будет симметричен относительно силу игрок как же это произойдёт а произойдёт это следующим образом та часть графика которая которая была правее у не изменится не изменится не изменится ну потому что если у вас x был больше нуля да то она останется больше нуля ничего с ними произойдёт абсолютно а вот та часть графика да и эта же часть графика симметрично отобразится относительно у игрок сейчас я нарисую пример смотрите пусть у меня была какая-то хитрая функция так сейчас что-нибудь придумаем значит пусть она была вот такой вот да а теперь у меня я поставила модуль вокруг аргумента что у меня произойдёт та часть графика где x был больше нуля не изменится да вот и она же симметрично отобразится вот сюда а вот этого графика больше не будет он исчезнет да то есть из вот такого вот моём примере останется вот такой вот это хитрая штука да и функция соответственно станет чётной вот с этим ноги путаются поэтому чуть подробнее останавливаюсь на этом но в целом вот так так и тоже сейчас придём на следующую страничку мы уже на восьмой кажется странице перейдите пожалуйста значит если осталось чуть-чуть если у нас такое преобразование k умножить f от x значит то что происходит с функцией да и при этом давайте считать что k больше нуля до простоты если k будет меньше нуля то просто это будет накладываться на отображение ещё мы минус будем ставить перед всей функцией что происходит если мы домножаем всю функцию на какой-то коэффициент на какую-то константу ну график смещается не смещается что немножко другое преобразование с ним происходит что подразвать под смещением давайте так смещение это вот как у нас было например когда мы ко всему ко всей функции добавляли какое-то число график смещался вверх или вниз на сколько-то единиц а вот что происходит когда мы умножаем график на константу он растягивается он растягивается да при этом смотрите точнее он растягивается или сжимается в зависимости от того какая это константа если это константа больше единицы да то график растягивается растягивается вдоль по игрок ну например если у меня было игрок равное x квадрат а теперь это игрок равное 5 умножить на x квадрат да то просто функция будет расти и быстрее это все если если к от нуля до единицы то график сжимается тоже вдоль у игрок теперь следующее если я умножаю на константу только аргумент f от kx k тоже больше нуля а что происходит наверное изменяется вдоль силы x тогда да значит при этом здесь опять же обратная происходит история если k больше единицы то происходит сжатие вдоль x ну как гармошка да это как меха гармония мы их сдвинули если же k от нуля до единицы то происходит растяжение на самом деле эта штука очень удобная она позволяет вам довольно легко строить большое количество разных графиков например пусть вам нужно построить такую функцию давайте вот так вот x квадрат там минус например 4x плюс 7 да ну вы знаете как выглядит функция y равна x квадрат это парабола там все просто значит для того чтобы ну как как можно построить x квадрат минус 4x плюс 7 есть два варианта полный квадрат да это второй вариант который я хотел предложить а первый вариант более универсальный понятно можно найти вершину да там точки пересечения с осями ну и так далее или можно выделить полный квадрат значит это будет x квадрат минус 4x плюс 4 ну плюс 3 да семерка у нас должна получиться то есть x минус 2 в квадрате и плюс 3 таким образом если мы знаем как выглядит функция график функции y равна x квадрат то мы можем сказать какие изменения произошли с графиком этой функции вот в нашем случае что произошло что куда сдвинулась наша функция на 2 вправо да и и на 3 вверх 0 будет это пусть будет 2 и на 3 вверх то есть вершина теперь у нее в точке 2-3 да а дальше она выглядит ну как обычная парабола все мы сразу можем построить график такой параболы это очень удобно и так работает в принципе с любыми функциями но с линейными это вообще очень удобно работает давайте я перейду на следующую страничку чтобы здесь не колупаться секунду так мы на следующей странице с вами пусть у нас есть например мы знаем как выглядит и прикравный x да а теперь мы хотим построить игрок равное не знаю x минус 5 вот совсем простой пример что произойдет с праздником как выглядит теперь эта прямая куда она сдвинулась вниз на 5 единиц да но тоже в принципе это оба ответа здесь были бы правильными можно сказать что она сдвинулась вниз на 5 единиц вот это минус 5 теперь вот либо можно сказать что она сдвинулась вправо на 5 единиц это тоже было бы правдой для линейных функций это универс это универс это универсальная это универсальная то она теперь выглядит вот так так сейчас мы про линейные функции чуть подробнее поговорим но прежде чем мы это сделаем мы сейчас рассмотрим еще один пример в общем видео это вам тоже понадобится смотрите пусть у нас известно пусть у нас была функция значит была функция f от x и мы знаем что максимум этой функции максимум f от x был равен 3 то есть максимальное значение которое нам принимало было равно 3 при x равном единице и теперь произошли следующее преобразование с этой функции y равно пусть будет 2 умножить на f от x минус 1 плюс 1 вот самая простая такая вопрос в какой какое значение максимума теперь в этой функции и при каких значениях x это происходит значит как решаются такие задачи смотрите у нас здесь двойная задача как бы да нас спрашивают и как изменилось значение x и как изменилось значение y общее правило в данном случае если посмотреть на вот наши предыдущие записи то общее правило что все что происходит с аргументом влияет на судьбу x да а все что происходит со всей функцией влияет на судьбу y то есть на судьбу x повлияло то что мы от него отняли единицу а на судьбу значения ну максимального значения y повлияло то что мы всю функцию умножили на 2 и добавили к ней 1 да потому что вот это вот преобразование которое внутри аргумента оно нашу функцию двигало вправо или влево а те преобразования которые произошли со всей функции то что мы умножили на коэффициент то что мы добавили к ней единицу это нашу функцию сдвигало вверх или растягивало ее там да как-то соответственно влияло на максимум соответственно чтобы определить максимум нашей новой функции максимум от игрок нам нужно взять умножить наш новый коэффициент 2 на старое значение максимума то есть на 3 и добавить единицу и мы поймем что новый максимум то есть новое максимальное значение игрока это 7 а вот чтобы узнать при каких иксах это происходит нам нужно поработать с новым аргументом раньше у нас был аргумент x а теперь у нас аргумент x-1 поэтому нам нужно взять x-1 приравнять ему к старому значению максимума и найти что x равен 2 то есть теперь максимум функции равен 7 при x равном 2 при 2 потому что смотрите здесь вся функция сдвинулась на единицу вправо поскольку от аргумента отняли единицу второе наше свойство которое мы записывали говорит нам что если мы вычитаем кубиконстанту из аргумента то функция сдвигается вправо а кроме того что с этой функцией произошла она растянулась вдвое относительно оси у y и сдвинулась еще на единицу вверх то есть старый максимум равный 3 растянулся на 2 то есть стал равен 6 и сместился на 1 единицу вверх то есть прибавилась единица поэтому новый максимум это 7 вся функция сдвинулась вправо на единицу значит при x равном 2 вот такие задачи довольно популярные тоже есть для абстрактного абстрактных функций мне кажется тоже очень полезно так ну и последнее собственно о чем нам надо поговорить с вами в руках нашей лекции это о линейных функциях значит ну собственно линейные функции это функция графика которая является прямая простейший вид функции мы уже многократно записали это y равный x область определения все действительные числа область значений тоже все действительные числа значит какие есть стандартные записи линейных функций да записывается обычно так либо к x плюс b либо есть на самом деле вторая второй вид функции тоже очень часто используется а x плюс b y плюс c равное нулю ну только надо понимать что вот это b и вот это b это разные числа для одной и той же функции это разные числа вот но тем не менее значит ну обычно честно говоря для упрощения для простоты если вам построить нужную функцию если вам дана уравнение прямое дано вот во втором видео то как правило просто выражают игрок отсюда и уже строят но только надо смотреть что если вам задано значение коэффициентов задано в виде параметров то надо проверять случай чтобы b не был равен нулю ну если равен нулю то уж такое возможно так теперь давайте посмотрим попробуем потренироваться значит пусть у нас это x это y и пусть у нас есть две прямые значит это прямая пусть задана а x плюс b а еще пусть у нас есть вот такая прямая и она задана в виде c x плюс d наша задача определить знаки коэффициентов ну давайте сначала для первой то есть знаки а, b, c и d давайте сначала для первой прямой которая а x плюс b вот такая вот ну давайте знак коэффициента а больше нуля или меньше нуля как вы думаете он образует положительное проявление оси у x острый угол значит он больше нуля да все зависит от вот этого угла да ну мы знаем что например график функции y равна x да он выглядит вот так вот так вот вот здесь тоже острый угол да таким образом значение коэффициента ну мы знаем единица перед x да дает острый угол здесь в принципе то же самое если вот этот угол острый то а больше нуля ну можем сразу для c выписать да вот для c соответственно мы смотрим вот этот угол он тупой очевидно значит c отрицательная c меньше нуля теперь какой знак у b и как это понять у c y равно x плюс b b будет больше нуля так как пересечение с осью у y находится выше все так дело в том что если мы возьмем для y равно x плюс b значение x равное нулю то y у нас понятно будет равен b поскольку переслагаем обнулиться а эта точка вот она на графике значит вот эта точка b значит b больше нуля таким образом знак d какой отрицательный меньше нуля меньше нуля поскольку это вот эта точка эта точка d то есть все довольно просто хорошо теперь задача для вас начинаем готовиться к семинару пусть у нас есть три точки с координатами 1 2 3 4 и 5 8 вопрос лежат ли все эти точки на одной прямой или нет попробуйте посчитать и сказать нет нет почему так-то я тоже могу сказать да вы тоже спросите почему в принципе можно их подставить скажем уравнение прямой или равняться x плюс b kx плюс b а потом систему да действительно так и нужно собственно поступить значит пусть у нас есть ну вот это наша классическая форма задания прямой kx плюс b и мы подставим сюда все три точки соответственно у нас получится 2 равно k плюс b соответственно 4 равно 3 k плюс b равно 2k b сократится если я из второго вычту первое таким образом я получу что k равно единице теперь я подставлю просто вот это k равна единице во все мои уравнения значит в первом случае у меня получится что ну я сразу посчитаю ладно b равно единице если я вместо k подставляю единицу ну и переношу ее влево получаем что b равно единице во втором случае я получу что b равно тоже единица да поскольку 4 минус 3 тоже 1 все хорошо и в третьем случае я получу что b равно 8 минус 5 то есть 3 но это не то что я хотела бы увидеть потому что если бы было одно уравнение прямой которое бы задавало на которое лежали бы все три точки то естественно здесь бы все b были равны друг другу поэтому ответ нет не на одной прямой не на одной прямой то есть понятно что мы можем мы можем подобрать такие такую прямую на которой будет лежать первая вторая точка допустим да или первая третья или вторая третья это будут три разные прямые прямую на которой лежали бы все три вот эти конкретные точки мы подобрать такое уравнение подобрать не сможем так все последнюю страницу открываю для лекции еще один пример с вами последний посмотрим значит пусть у нас есть прямая неграк равно минус 2х плюс 3 плюс 3 это плюс и пусть у меня есть три точки значит точка да вот здесь напишем точка а с координатами 5 минус 3 точка b с координатами минус 2 1 и точка v с координатами 0 3 у меня вопрос нужно определить какие из этих точек из этих трех точек лежат ниже вот этой прямой заданной мной может быть a b c вместо b я начала писать понятно сказала b а написала другой b согласна исправимся можно просто в системе координат построить график первой функции а потом с моей точки находятся круто но если окажется так что эти точки лежат очень близко к прямой но не лежат на ней например то нам мы нарисуем но это будет все очень примерно и не будет являться доказательством конечно если точки разнесены сильно от прямой да мы увидим это глазами можно подставить к тому же да я сейчас мысль договорю что если бы у меня была точка например там с координатами не знаю 1000 2000 да то рисовать такой график было бы несколько затруднительно поэтому да здесь конечно проще всего аналитически посмотреть значит для того чтобы точка лежала ниже прямой у нас игр координаты точки ну например для первой точки посмотрим да то есть минус 3 она должна лежать ниже прямой значит она должна быть меньше чем значение прямой при этом иксе то есть минус 2 умножить на 5 плюс 3 тогда она будет лежать ниже если значение игрока в этой точке меньше чем значение игрока в прямой давайте проверим так ли это значит минус 3 должна быть меньше чем минус 10 3 минус 7 ну это не правда ну кстати нет а стоп да ой да точка лежит а выше прямой она не подходит проверьте пожалуйста для точки б и для точки в что происходит но в лежит на в лежит на прямой да непосредственно это легко увидеть на прямой если вместо икса подставить 0 да то получится игрок равный 3 а это есть а б лежит ниже да потому что если нам нужно чтобы выполнялся отношение единица меньше чем минус 2 умноженное на минус 2 плюс 3 то есть единица меньше чем 7 а это правда значит ответ если нам нужно было узнать какие точки лежат ниже прямой то ответ точка б супер так смотрите на этом я готова сейчас закончить лекцию и я предлагаю мы чуть-чуть с ней содержались начать наш семинар вовремя а именно начать его в 12 поэтому я с вами готова расстаться на 15 минут и наверное задачки семинаром сейчас через 5 минут я выложу в чатик или куда-то не знаю куда в чат наверное вот и сюда тоже кину ну ну Продолжение следует...